Испытания новой техники 19 раз на повестку дня в Вашингтоне Ставился вопрос о применении ядерного оружия В четырех случаях угроза адресовалась непосредственно СССР Чуть ли не ежегодно американские войска, самолеты, корабли Вводились в действие почти во всех уголках мира Мы расскажем вам одну историю Всего одну из множества преступлений Спланированных и осуществленных американской военщиной И Центральным разведывательным управлением США СССР 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Товарищ комендант, дайте распоряжение ввести подсудимого В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РСФСР Процесс будет вестись на русском языке Москва, август 60-го Колонный зал Дома Союзов Идет открытый судебный процесс над пилотом-шпионом Пауэрсом Дипломаты Журналисты Родные Пауэрса Это документальные кадры, подлинные И все события, о которых мы вам расскажем, имели место в жизни И те, которые происходили во время процесса И те, которые ему предшествовали В первой половине декабря 1959 года В потоках автомашин, идущих по этому туннелю И мчавшихся по автострадам Было лимузинов 10, которые из разных районов города Стремились к одному и тому же месту К тихой загородной линии В одной из этих машин ехал шеф ЦРУ Ален Далис Имена этих людей мало что могут вам сказать Их принято называть людьми большого бизнеса Но точнее было бы представителями военно-промышленного комплекса Правда, в декабре 1959-го такого термина еще не существовало Собраться вместе их заставили чрезвычайные обстоятельства Стрелка барометра международной ситуации Чуть сдвинулась к потеплению и к возможной разрядке Уже состоялся визит главы советского правительства США Уже намечались сроки ответного визита в СССР президента Эйзенхаура И через пять месяцев в Париже Должно было состояться совещание глав правительства великих держав Все это грозило потерей прибыли И кое-кого из них рождались такие вот идеи Господа, я предлагаю устроить в прессе большой шум Русские уже нас обошли в вооружении Хотят усыпить нашу бдительность Сковать нашу инициативу Все это, естественно, усиливает угрозу коммунистической агрессии Шеф ЦРУ Аллен Далес не спешил вступать в беседу Пусть выскажутся другие Все они были его единомышленниками Правда, его слегка раздражало, что на первом месте у них всегда прибыли, прибыли, прибыли Они были миллионерами, и он был миллионером Но для него главное заключалось в другом В патологической ненависти к коммунизму В борьбе с ним, везде, всегда, любыми способами и методами Он был немногословен Но порой одной репликой мог разрешить долго обсуждавшийся вопрос И вот когда кто-то из присутствующих сказал, что в мае состоится совещание глав правительств великих держав Он без интонации спросил Вы в этом уверены, господа? И все присутствующие поняли, что уже разрабатывается акция, которая может совещание-то сорвать Пятого апреля 1960 года в штаб-квартире ЦРУ встретились эти два человека Высокопоставленный сотрудник ЦРУ Билл Коллинз И командир специального авиаподразделения 10-10, базирующегося в Турции, Ричард Шелтон Сегодня они должны были назвать главного исполнителя операции «Перелет» На этот счет у них не было разногласий Самым подходящим кандидатом, с их точки зрения, был Фрэнсис Гарри Пауэрс Они оба знали его давно Под началом Шелтона Пауэрс служил в Турции А Коллинз был именно тем человеком, с которым 4 года назад Пауэрс подписал контракт, согласившись сотрудничать с ЦРУ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Турции Трючек Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Турции Да. Неплохо. Достаточно. Неплохой стрелок. Отличный стрелок. Крупноватый паренек. Наши конструкторы так старались облегчить все узлы машины, что я думал пилот будет лилипутом. В крайнем случае карликом. Великолепная шутка. Почему ты выбрал именно его? У него самые высокие летные показатели. Мне иногда кажется, что он родился в кабине самолета. Все испытания прошел успешно. В том числе ДТ-50. Это что, работы с атомными бомбами? Да. Он надежен? Абсолютно. Единственный из тех, кто готовился по программе перелет и кто заключил контракт в третий раз. Отличная кандидатура. Мне пора. Ждите меня здесь. Входите без сил. Садитесь Операция перелет, все готово Все детали обговорены Отобран лучший пилот, его имя Это не имеет значения Вы собираетесь доложить президенту об этой операции? Насколько мне известно, несколько месяцев назад Он отменил полеты У-2 до завершения совещания в Париже Не будем обсуждать действия президента Президенты меняются ЦРО остается Вы что, сомневаетесь в успехе операции? У русских есть ракеты Ну и что? Если его собьют Мы расскажем всему миру, что русские Сбили наш гражданский самолет Как после этого садиться с ними за стол переговоров? Ну а если не собьют Получим хороший разведывательный материал Надо позаботиться, чтобы ни в коем случае Пилот не попал живым грузским Понимаю Вот и прекрасно Итак, операцию начнем на рассвете Двадцать седьмого апреля С военно-воздушной базы США Блисядена в Турции Стартовал самолет американских ВВС На борту самолета, кроме команды, было всего двое Командир подразделения 1010 Ричард Шелтон И пилот Фрэнсис Гарри Пауэрс Вскоре самолет совершил посадку на другой военно-воздушной базе Пешавар в Пакистане Пауэрс прожил здесь трое суток Лишь один раз в автомобиле с темными занавесками на окнах Его вывезли в город Из окна машины он увидел каменную укладку старых стен Мечети Ла иляха им халллах В 0 часов 35 минут 1 мая его разбудил сигнал тревоги. Он проснулся легко. Накануне рано лег спать. Знал, что операция, к которой он столько готовился, вот-вот начнется. Инструктаж он прошел еще вчера. Сейчас предстояло часа два дышать кислородом, заряжаться кислородом, как говорили медики. Ему надо было совершить долгий полет на высоте 20 тысяч метров, и он мог испытывать во время полета кислородное голодание. Первые несколько минут от кислорода слегка кружилась головой. И смысл слов Шелтона до него доходил не сразу. Впрочем, ничего нового полковник не говорил. Повторял то, что было сказано вчера. О том, что русские его достать не смогут, еще раз о маршруте, о том, где он должен включать аппаратуру, о надежности самолета и о том, что в случае ЧП он может сажать свою машину на ближайший аэродром. Ирана, Пакистана, Турции, Швеции и Норвегии. Никаких осложнений это не вызовет. Добро пожаловать, Фрэнк. Спасибо, парень. Этот разговор Шелтона с механиками вряд ли бы кто понял из непосвященных, даже Пауэрс. Сначала речь шла о том, что черный цвет самолета им обоим непривычен, хотя специалисты утверждают, что в лучах Солнца именно черный цвет менее всего заметен. Потом немного о достоинствах машины и о том, что все приказания полковника выполнены относительно Тумблера и катапульки. До взлета оставалось несколько минут. Ну как, Фрэнк, жарковато? Жарко, как в печи. Ничего, потерпи две минуты. Если не поступит команда об отмене полета, стартуешь. Слышу. Понял. Счастливого полета. Счастливого полета. Возможности этого оперативного центра были крайне ограниченными. Его сотрудники знали, что как только самолет Пауэрса пересечет границу Советского Союза, они сразу же перестанут получать данные о его полете. И единственное, что им останется, это передвигать макетик самолета по карте в надежде, что все идет согласно плану. Счастливого полета. Счастливого полета. Акетик. Счастливого полета. Это хроникальные кадры. Именно воины этой части ПВО обнаружили самолёт-шпион в тот самый момент, когда он пересёк нашу границу. Азимул 165, дальность 230. На запрос не отвечает. Самолёт-нарушитель пересёк государственную границу в 5 часов 36 минут. К квадрате 784-34-94. К квадрате 785-48-94, 20 километров юго-восточный Кировобада, на высоте 20 тысяч метров продолжает полёт вглубь территории. Самолёт-нарушитель на запросы не отвечает. Следует вглубь страны в направлении Свердловска. Высота 20 тысяч. Принял. Стрела 0-1. Слушаю, майор Воронов. Цель номер 20-01 уничтожить. Задачу понял, выполняю. Внимание, дивизион. В воздухе самолёт-нарушитель. Задачу. 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 КОНЕЦ Боевой пуск. Первые пуск. Есть заклад. Наведение нормальное. КОНЕЦ КОНЕЦ Поздравляем, дедушка! Здравствуйте! 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 С праздником, деточки, с праздником! КОНЕЦ Цель поражена. Расход одна. КОНЕЦ 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 Могучая, никем не победимая... КОНЕЦ Мобиль! Да! Сейчас! Иду! КОНЕЦ О, Ефремыч, с праздничком! С праздничком, с праздничком. Слышь, Анатолий, ты ничего не видишь? А чё? Да вот там вроде вспышка была сильная. Так для солюка вроде рановато ещё. Да из нашей деревни ничего не увидать. Малочка хочешь, Ефремыч? Да подожди ты. Вот чёрт. Действительно точка какая-то? Чё значит-то? Самолёт аварию потерпел. Это лётчик. Помогать надо. Ах ты, Господи. Стой! Стой! Остановись! Стой! Чего тебе? Авария. Авария. Дядь Тотя. Какая авария? А ты столь в аварию попал? Печки упал. Лётчиком стал. Быстрее! Самолёт аварию потерпел. Смотри, вон лётчик. Ага. Ага. Видишь, снижается. Садись. Ага. Ну погоняй, братишка. Это ж надо. Голову мне поднял. Значит смотрел, как Тетька флаг подвесил. Подруг вижу вспышка. Да. Значит высоко. Я вдвойну в авиации служил. Думаю, самолёт. Бензобак что ли взорвался. Ефремович, как мыслишь-то? Лётчик жив. Да может жив, только без сознания. Ты уж гони, Володя, расстарайся. Помогать надо. Быстрее, ребята. Как хоть быстрее. Гасите парашют. Парашют гасите. Сейчас. Вот чёрт, вот так вот. Давай! Живой! Сюда! Ну слава богу, жив. Так, руки, ноги целы. Побей молочка. Свеженькое. Вроде цел. Может у него контузия. Глаза шальные и молчит. Паря, ты меня-то слышишь? А может он с другой планеты прилетел? Ммм. Чего? Я мэрикан пайлот. Чего? Я мэрикан пайлот. Американец вроде. Сейчас разберёмся. Глянь не по-нашему. Да вон. Вон, внизу читай. Я американец. И не говорю по-русски. Мне нужна пища, одежда и убежище. Я не сделаю вам вреда. У меня нет злых намерений к вашему народу. Если вы поможете мне, то вас воз... А, вознаградят за это. Вознаградят. Что там говорить-то? Поедем в сельсовет. Там разберутся. А ну, подымайся. Заберите парашют. Давай машину. Это хорошо, что злых намерений нет. Хорошо, хорошо. А на восьми языках вознаграждение предлагают. Тут что-то нечисто. Давай машину. Хлопцы, смотрите в оба. Чтоб он там по дороге чего не выкинул. Садись. А ну, давай, трогай. КОНЕЦ КОНЕЦ По иронии судьбы, именно в эти минуты сотрудник оперативного центра согласно графику Центрального разведывательного управления перенес самолет Пауэрса за Свердловск к Кирову. Знаменем Ленина под руководством Коммунистической партии вперед к новым победам в коммунистическом созидании. Ура! Извините, Роман Андреевич, важные сообщения. Школа управления, школа хозяйствования, школа коммунизма. Ура! Ура! Да здравствует Ленинский комсомол! Здравствуйте, Роман Андреевич. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо. Вот к вам. Следователь по особо важным делам Комитета государственной безопасности майор Кузьмин. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, проходите. Проходите. Располагайтесь. Разрешите обратиться, товарищ генеральный прокурор? Как ваше имя, отчество? Алексей Иванович. Да вы садитесь, Алексей Иванович. Пожалуйста. Сегодня в 5 часов 36 минут по московскому времени самолет без опознавательных знаков нарушил нашу государственную границу и направился вглубь страны. Его маршрут прилегал над крупными промышленными центрами и важными военными объектами. В течение всего полета самолет летел на высоте 20 тысяч метров. То есть на такой высоте, на которой никакие гражданские самолеты полета не совершают. Полученные данные, Роман Андреевич, свидетельствуют о том, что в этом случае имеет место преднамеренное вторжение воздушного пространства СССР с враждебными целями. Исходя из этого, был отдан приказ самолет сбить. В районе Свердловска ракетой самолет был поврежден. Пилот выбросился на парашюте. Остался жив. Задержан. Так. А кто он? Пилотом оказался гражданин Соединенных Штатов Америки Фрэнсис Гарри Пауэрс. Фрэнсис Гарри Пауэрс. Я подготовил постановление на арест Пауэрса. Нужна ваша санкция. Фрэнсис Гарри Пауэрс. А когда он будет здесь? Сегодня. Разрешите идти? Да. Да. И просьба. Информировать меня обо всем почаще. Слушаюсь. Да, я слушаю. Конечно, от них можно всего ожидать. Да. Ну, спутник произвел на них впечатление. Они прекрасно знают, что ракеты у нас есть. На что надеялись? Ну, наверное, что не достанем его. Все-таки 20 тысяч метров. Ну, нам не следует недооценивать противника. Полагаю, что они проработали и такой вариант. Да, 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 да. Вот нет. Вот я думаю, что как раз с этим вам торопиться не надо. Пусть они считают, что летчик погиб. Это им развяжет руки для того, чтобы выдвинуть свою какую-нибудь версию. Еще нас постараются во всем обвинить. Да, да. Ну, нет, конечно, опровергнуть сумеем. Конечно. Но пусть мир еще раз увидит их подлинное лицо. Хорошо. Я буду вас своевременно информировать. Хорошо. Два часа назад в оперативный центр уже должно было поступить сообщение с аэродрома Будда из Норвегии о приземлении Пауэрса. Но сообщения не было. Будду запрашивали каждые 10 минут и все время получали один и тот же шифрованный ответ. Груз не прибыл. Ибисов в очередной раз посыла оператора на связь подумал о том, что ответить на его вопрос могут, пожалуй, только русские. КОНЕЦ Он шел по гулким коридорам тюрьмы, а мысли его метались от одного к другому. И он никак не мог сосредоточиться. Никак не мог осознать до конца, как все это произошло. Несколько месяцев подряд его уверяли, что русские не смогут достать его самолет. И Шелтон об этом говорил и Коллинз. И он почему-то в это поверил. Сейчас в камере он вспоминал и другие их разговоры. И только, пожалуй, здесь уловил противоречие в том, что они ему говорили. Если с ним ничего не могло случиться, почему же они рассказывали ему о чудовищных пытках за стенках КГБ? Почему дали иглу с ядом? Почему дали русские деньги? Нет, конечно, он и тогда спрашивал их об этом. И всегда получал один и тот же ответ. Все, мол, предусмотреть нельзя. сейчас ему казалось странным, что такой ответ мог его раньше удовлетворять. Но все эти мысли надо было отбросить. Надо было сосредоточиться. Может быть, скоро. Очень скоро его поведут на допрос. А в чем, собственно, могут уличить его русские? В полете над их территорией сбился с курса. А полетные карты, специальное оборудование. Но вряд ли что-нибудь осталось от самолета. Значит, значит, надо все отрицать. Да, все отрицать. Вы военный летчик? Нет, я гражданский летчик. Работал по контракту с Национальным агентством по изучению космического пространства. Как вы оказались над территорией Советского Союза 1 мая 1960 года? Я брал пробы воздуха в верхних слоях атмосферы в воздушном пространстве на Турции. Внезавно я потерял сознание. Видимо, отказал кислородный прибор. Но самолет был на автопилоте. Я очнулся от взрыва. Я понял, что самолет падает. Мне удалось выброситься на парашюте. Я приземлился. Меня схватили какие-то люди и привезли сюда. Вам известно, что с вашим самолетом? Наверняка, он разбился, сгорел. Значит, вы потеряли сознание. Самолет был на автопилоте и пролетел, как над нашей территорией, две с лишним тысячи километров. Я не помню, в каком именно пункте я утратил контроль над собой. Сейчас это трудно установить. Но это было в пространстве на Турции. Это ваша карта? Да. Это моя полетная карта. В таком случае возникает несколько вопросов. Если вы потеряли сознание где-то над Турцией, то кто же тогда делал вот эти пометки, пролетая на территории нашей страны? Да, нас. Они были сделаны еще до полета. А каково их предназначение? Не знаю. Допустим. Хотя все это выглядит неубедительно. Теперь объясните, почему на карте, если вы гражданский пилот, имеется гриф военного ведомства Соединенных Штатов Америки? Мы пользовались картами военного ведомства. Они очень точные. Я в этом не вижу никакого криминала. А вам не кажется странной? Моя самая мысль о том, что военное ведомство раздает свои карты всем желающим. Это не в моей компетенции. За ответом обратитесь в военное ведомство. К кому именно мне следует обратиться, чтобы выяснить, зачем в исследовательских полетах над Турцией вам понадобилась подробная карта СССР? На самолете на самолете какого типа вы летали? Лохи Ту-2. Специальный самолет для исследовательских полетов на больших высотах. Уточните, каков потолок этого самолета? 68 тысяч футов. Где базировался ваш самолет? На базе вблизи города Адана в Турции. Это военная база? Я вам уже говорил, что я гражданский пилот. Ну а как же тогда объяснить, что вас нашли удостоверение пилота военно-воздушных сил, подписанное министром обороны Соединенных Штатов Америки? Я до работы в фирме Лохит служил в ВВС Шо. Ага. Еще один вопрос. Что это такое? Ее нашли в складках вашего комбинезона. Наши специалисты определили, что на кончике иголки яд Курары. Угновенная смерть. А симптомы были бы такими же, как при отказе кислородного прибора. Довольно странно находить такую штуку у человека, который всего лишь берет пробы воздуха. Как я могу вам верить? Сомнительная версия о том, как вы очутились над нашей территорией так далеко от границы. Ваша полетная карта, удостоверение и глаз ядом. Все, что вы говорите, нелогично. Подумайте об этом на досуге. И должен вас предупредить, что чистосердечное признание по нашим законам смягчает участь. Он думал, что если суд русских приговорит его к смертной казни, то как они будут осуществлять приговор? Расстреляют? Повесят? А может быть, у них тоже есть электрический стул? Впрочем, будет ли суд? Может быть, уже сообщили, что он мертв? Что же они молчат? Почему они молчат, Дик? Что с самолетом? К сожалению, пока ясно только одно. Что-то произошло на территории русских. А русские молчат. Чем же они располагают? В лучшем случае, остатками самолета. А если пилот остался жив? Это исключено. Вот это тот случай, Дик, когда необходимо доложить президенту. Каждый раз, когда его выводили из камеры, он невольно думал, не ведут ли наказнь. Но скоро успокаивался. Маршрут был знакомым к кабинету следователя. Но сегодня они свернули в другой коридор, шли другой лестницей, и страх уже не отпускал его. Правда, через несколько минут следователь сказал ему, что его повезут на допрос к генеральному прокурору Рудента. Он сразу успокоился, спросил, неужели я такая важная шишка, чтобы меня допрашивал сам генеральный прокурор? Следователь вздохнул, сказал, что до сих пор, к сожалению, он Пауэрс не понимает всей серьезности того, что совершил. первые несколько минут он с интересом поглядывал в окно. Даже на мгновение представил, как было бы здорово, если бы сейчас он был туристом, приехавшим осматривать в достопримечательности Москвы. Но потом он сразу же стал думать о предстоящем допросе. Об этом он думал, идя и коридорами прокуратуры. И почему-то больше всего его волновало, с чего начнется допрос. И он решил, что генеральный прокурор будет ему угрожать. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Здравствуйте. Нет ли у вас жалоб, претензий на ваше содержание под стражей? Нет. Не допускаются ли по вашему мнению какие-либо нарушения при производстве следствия? Нет. Где и кем вы работали непосредственно перед полетом? пилотом по контракту. С какой организацией вы подписали контракт? С фирмой Lockheed iCraft Corporation. Получается, что фирма Lockheed дала вам приказ нарушить государственные границы СССР? Я уже говорил следователю, что я потерял сознание. Кислородный прибор... Кислородный прибор действовал исправно. А откуда вы можете это знать? Я располагаю сведениями наших технических экспертов. А почему я должен этому верить? Кто вам дал приказ лететь? Я буду отвечать на ваши вопросы при одном условии. У меня народни должны знать, что я жив. Значит, вы полагаете, что мы, выведав все, ликвидируем вас, а вашим официальным представителям заявим, что вы погибли. Я вас правильно помню? А что, собственно, вам помешает это сделать? Ну, мне нет смысла доказывать, что это не наши методы. Так как вы все равно мне не поверите. Но сегодня утром с трибуны сессии Верховного Совета нашего высшего государственного органа было официально заявлено о полете Смолета Шпион. Правда, о вашей судьбе пока не было сказано ни слова. Но я полагаю, что в ближайшее же время все центральные газеты опубликуют сообщения о том, что вы живы, и вы это сможете прочесть. Если вы мне дадите даже какую-нибудь американскую газету с такой статьей, я не обязан этому поверить. Ведь Нью-Йорк Таймс тоже можно напечатать в Москве. конечно. Ну, а что вы предлагаете? Устройте мне встречу с сотрудником американского посольства. С кем конкретно? Безразлично, я никого из них не знаю. Тогда вы нелогичны. И документы сотрудника американского посольства можно сделать. Вы правы. Выходит, мою идею осуществить невозможно? Ну, почему? Напишите письмо в Америку вашим близким. Сообщите им, что с вами произошло, что вы живы. Я полагаю, что ответ матери подделать невозможно. Вы действительно дадите мне возможность переписываться со своими близкими? Да, конечно. Хотите закурить? Да. Господину генеральному прокурору нравится наш кент? Нет, я предпочитаю наши папиросы Казбек. А кент для меня? Сами же ничего не можете терпеть американского и, естественно, американцев тоже. Я лишен национальных предрассудков. А кроме того, мне приходилось встречаться с американцами, к которым я относился с симпатией и уважением. Вот у вас есть адвокат Роберт Джексон. Вы познакомились с ним, помню, на Нюрнбергском процессе. Он был обвинителем от Соединенных Штатов. В том уже далеком 46-м году Руденко не было и 40 лет. В памяти Романа Андреевича навсегда остались все подробности процесса в Нюрнберге. Скамья подсудимых, те, чьи безумные планы стоили человечеству миллионов жизней. Да, это был процесс над главными военными преступниками. Я был главным обвинителем от Советского Союза. И, конечно, всех приговорили к смертной казни. Приговор выносил международный трибунал и приговорил к смертной казни к сожалению не всех. К сожалению? Да. Но это звучит не очень-то гуманно. к сожалению. Потому что их вина, чудовищная вина перед всем человечеством была полностью доказана. Честно говоря, эта давняя история меня совсем не интересует. Да, а жаль. Жаль. Потому что Нюрнбергский процесс поучителен. Очень поучителен для всех. А для ваших политических деятелей тем более. Но я не политический деятель. Я всего лишь пилот, который выполнял приказ. Фирма Lockheed Aircraft Corporation. Помнится, в конце тридцатых годов наши летчики перелетели в Северный полюс и опустились в Америке. И ваши люди встречали их радостно. Они понимали, что этот полет делает ближе наши народы, наши страны. Вот если бы вы прилетели к нам с такой миссией, но вы прилетели как враг. Меня приговорят к смертной казни. Этот вопрос компетенции суда. Я не знаю, думали ли вы об этом или нет, но ваш полет был направлен не только против нашей страны, но и против мира и народов. Я полагаю, теперь совещание, на которое возлагались большие надежды, совещание в верхах Париже не состоится. Но я ничего не знал об этом совещании. Я вообще политикой не интересуюсь. для людей вашей профессии это непростительное легкомыслие. Но согласитесь, ваша вина от этого не становится менее значительной. И это не является смягчающим обстоятельством. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Войдите. Вы хотели меня видеть, господин президент? Догадываетесь, зачем? Да, у нас немало неврастейников, готовых драматизировать ситуацию. Иногда я готов согласиться с теми конгрессменами, которые говорят, что ЦРУ поставлена над американским обществом. Лично вы имеете чуть ли не диктаторские полномочия. Тут уже явное преувеличение. Вы прекрасно знаете, что наши самолеты-разведчики постоянно совершают полеты вдоль границ Советского Союза. На этот раз мы лишь немного изменили маршрут. И сели в лужу. Пилот жив, суть его полета ясно-русским от начала до конца. Мы должны заявить всему миру, пока существует опасность советской агрессии, мы будем любыми способами добывать секретные материалы, позволяющие судить о намерениях агрессора. Всю свою жизнь я защищал интересы нашей страны, ее безопасность, наши идеалы от коммунистической угрозы, господин президент. Вы предлагаете публично признать, что подобные полеты есть наша рассчитанная политика? Да, господин президент. Но не состоится совещание, слегка испортятся отношения с союзниками, и народы мира, так сказать, будут разочарованы. Но срыв совещания укрепит позицию правительства, ее связь с деловым миром. Крайне в случае вы можете заявить, что ничего не знали о полете. А я подам в отставку. В прошлом году в Женеве Безенхаур говорил, американский народ хотел бы быть другом советского народа. Исторически наши народы всегда жили в мире. Может быть он вспоминал тогда и то время, когда мы были союзниками. Вспоминал свой визит в 1945 в Советский Союз, Москву, Кремль. Вспоминал, что был награжден высоким советским орденом Победы. Вспоминал и этот парад физкультурников на Красной площади. Вспоминал и поездку вместе с маршалом Жуковым в подмосковный колхоз, радуший гостеприимства советских людей. Но дело в том, что тогда он был генералом, не президентом. в Союзе в Союзе и в Союзе в Союзе Да нет, это все, конечно, это все заслуживает внимания. Сидите, Алексей Иванович. Но меня сейчас интересует ваше личное отношение к Пауэрсу. Какой он человек? Человек какой? Человек он не слабый. Знаете, многие всего за несколько дней пребывания в одиночной камере места себе не находит. А он держится хорошо. А вот насколько он предан тому, чему он служит? Похоже, он действительно аполитичен. Но он человек слова. Он подписал контракт и, в общем-то, выполняет все его параграфы. Алексей Иванович, вы не обижаетесь, но мне кажется, вы не учитываете, что Пауэрс надеется все же оказаться на свободе. И вот тогда-то он заставит ЦРУ в соответствии с контрактом раскошелиться. Вот поэтому он и на вопросы, которые не касаются лично его, не отвечает. Прежде всего, потому что он думает, как бы ему не промахнуться, чтобы его не упрекнули в нарушении контракта. Потом. И не отказались ему платить. Вот. Может, твой правый, Роман. Мне кажется, Алексей Иванович, что в ходе следствия должен быть какой-то толчок, который показал бы ему в истинном свете все, что он совершил, и тех, кто послал его в полет. Нет идей, Алексей Иванович. Есть, Роман Андреевич. Как раз хотел рассказать вам. Наши эксперты обнаружили, что катапульта была напрямую соединена со взрывным устройством. Если бы Пауэрс воспользовался катапультой, ничего бы не осталось ни от него, ни от самолета. Получается, что те, кто его посылал, опасались, что он останется в живых, если его самолет будет сбит. Посмотрите, катапульта, взрывное устройство, игла с ядом. Надо, чтобы он наконец понял, что его хозяева, посылая его в полет подписывали ему смертный переговор. Вы хорошо знаете особенности самолета У-2? Конечно. Чем он отличается от других самолетов, на которых вам довелось летать? Это принципиально новая машина. Прежде всего, ее потолок. Я имею в виду не технические данные. Вас интересуют ее слабые или сильные стороны? И то, и другое. У нее есть недостатки. Трудный взлет из-за размаха крыльев и более тяжелая посадка. Садиться надо на два колеса спереди и сзади. При посадке нужно на строго заданной скорости зависнуть над полосой и буквально бросить на нее машину. кое-кто из парней разбились именно при посадке. Но зато в полете машина устойчива и надежна. В этой устойчивой и надежной машине было установлено взрывное устройство. Если вы хотели меня этим сообщением потрясти, то это напрасно. Я знал про это устройство. Оно называется самоликвидатором. При необходимости перед тем, как покинуть самолет, я должен был включить тюмблер на пульте и через 70 секунд должен был произойти взрыв. Впрочем, кажется, я вас поймал. Вы и Рудонько говорили, что мой самолет неплохо сохранился и ваши эксперты могли во всем разобраться. Они и разобрались. Так зачем вы задаете такие вопросы? Хочу понять, что вы знали о машине, а чего нет? Я знал все. У меня еще два вопроса. Первый. Почему вы не воспользовались самоликвидатором? Второй. Почему вы не воспользовались катапультой? Когда самолет был поврежден, мне было не до самоликвидатора. А что касается катапульты, я вижу, вы все хорошо изучили. Дело в том, что если бы вы воспользовались катапультой, вы бы сейчас не сидели передо мной. От самолета и от вас просто ничего бы не осталось. Что вы имеете ввиду? Катапульта напрямую была соединена со взрывным устройством. Самоликвидатор был отключен от тумблера. Я вам не верю. я понимаю для чего вам это все понадобилось. Послушайте, вы все-таки должны уметь анализировать. Вспомните про иголку с ядом, про все эти россказни о пытках в застенках КГБ. Неужели не ясно, что тем, кто посылал вас полет, нужна была стопроцентная гарантия? В случае, если самолет сбит, вы ни при каких обстоятельствах не должны оставаться в живых. Они посылали вас на смерть, неужели не ясно? Не верю. Не верю. У меня с ними были нормальные человеческие отношения. Черт возьми, мы же были друзьями. До сегодняшнего дня вы не казались мне наивным человеком. Не верю. А если я попрошу вас показать мне остатки самолета? Пожалуйста, это несложно. Уже несколько дней он выставлен на всеобщее обозрение в нашем центральном парке. Утром 6 июля Пауэрс увезли в центральный парк культуры отдыха имени Горького. Здесь вскоре после окончания Великой Отечественной Войны открылась выставка трофейного оружия. Пушки стояли, танки, тигры, пантеры, фердинанды, самолеты, мессершмиты, фоке-вульфы. Сейчас здесь была другая выставка. Остатки самолета шпиона У-2 и материалы, рассказывающие об этом полете. В этот день и были сняты эти фотографии. О чем думал Фрэнсис Гарри Пауэрс, пристально рассматривая эти стенды, схемы, диаграммы, видя себя как бы со стороны? Может быть, впервые о той истинной роли, которую ему уготовили его хозяева? Может быть, о том конце, который его ждал, если бы он решил катапультироваться? Может быть, о том, что подписывая несколько лет назад контракт с ЦРУ, он подсчитывал, сколько сможет заработать на этом, но ни разу не подумал о возможных последствиях в случае неудачи и для себя, и для своих близких, и для миллионов людей в мире. ВООБИЛЬНЫЙ 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 СИГНАЛЫ ВООБИЛЬНЫЙ ВООБИЛЬНЫЙ Примерно в эти же дни к одному из тех, кто еще в декабре 1959 года проводил с Даллисом совещание, озабоченный предстоящей встречей в Париже глав правительств великих держав, приехал Ричард Биссон. Это был не просто дружеский визит. Пора было уже подсчитывать прибыль. После инцидента Су-2 и на Лохетт, и на другие фирмы, военные заказы посыпались как из рога изобилия. И бессеребряник Биссон интересовался, в какие конкретно суммы оценена акция «Перелет» и на что можно еще рассчитывать в будущем. В общем, Биссон услышал приятные для себя вести. «Перелет» Это вам. Здравствуй, сынок. Наконец-то мы знаем, что с тобой произошло. Главное, что ты жив. И мы надеемся, что скоро сможем увидеть тебя. Многие говорят, что русские жестоки и приговорят тебя к смерти. Но мы надеемся на милосердие. Никто не хочет нам помочь. А некоторые газеты во всем обвиняют тебя и называют тебя предателем. Мы не верим этому. И не твоя вина. Вы сомневаетесь в его подлинности? Нет. Я могу оставить письмо у себя? Да. Спасибо. Это не твоя вина, что русские сбили самолет. Нам обидно. Ведь ты же не сам полетел в Россию. Он читал и перечитывал письма матери. Слышал ее чуть дрожащий старческий голос. И думал, почему он должен за все отвечать один. Его вина серьезная, но еще более серьезная вина тех, кто послал его в полет. Коллинза, Шелтона и тех, конечно, кто стоит над ними. И на прогулке в тюремном дворе, а день был солнечным, ясным, он вдруг ощутил надежду. Может быть, не казнят. Может быть, оставят в живых. И он еще увидит и мать, и отца, и сестер. И он подумал о том, что теперь он должен давать правдивые показания. После того, что он узнал, не было никакого желания скрывать правду. К тому же русские сдержали свое слово. Вы выполнили свое обещание. Я готов отвечать на ваши вопросы. Цель вашего полета? Сбор разведывательной информации. Где базировался ваш самолет? На военной базе вблизи города Адана в Турции. Оттуда и начинался полет? Нет, я стартовал из Пакистана, с базы Пешавара. Что собой представляет эта база? Видите ли, я выразил готовность отвечать на ваши вопросы, которые непосредственно касаются меня и моей деятельности. Ни на какие другие вопросы, я отвечать не буду. На полетную карту вы наносили отметки? Да, во время полета. Кто вам непосредственно отдал приказ о полете? Полковник Шалпин. Он руководил вашим подразделением? Да. Оно имело какое-нибудь наименование? Да, оно называлось подразделение 10-10. У вас есть дублер? Да. Назовите его имя. Я не хотел бы этого делать, мы были друзьями, я не хочу быть причины всех его неприятностей. Каких, например? С ним могут не продлить контракт. Кто с вами подписал контракт? Центральное разведывательное управление. На какой срок? На 18 месяцев, но я уже дважды продлевал контракт. Вы прошли специальную подготовку? Да. Где учились летному делу? Я был призван в ВВС США. Где прошли специальную подготовку и в чем она заключалась? Ну, а этот вопрос касается не только меня. Тогда расскажите об иголке. Кто вам ее дал и с какой целью? Полковник Шелтон. Он сказал, что вы будете применять жестокие пытки, если я попаду к вам в плен. Почему же вы не воспользовались ею? Трудно сказать. Я покинул самолет в бессознательном состоянии. Пришел себя уже спускаясь на парашюте. Иголка была заключена в долларе. Я вынул ее. Спрятал в складках комбинезона. Подумал, что воспользоваться ею еще успею. Потом была первая встреча с русскими. Словом, я усомнился в том, что полковник Шелтон был прав. А теперь вы не жалеете, что не воспользовались иголкой? В Штатах я слышал всякие ужасы про КГБ. Но это оказалось не так. Мне трудно ответить на ваш вопрос. Все будет зависеть, как сложится моя судьба. На сегодня допрос окончен. Какие-нибудь вопросы, просьбы есть? Временами у меня боли в желудке. Вы считаете, что это результат вашего пребывания здесь? Нет, это еще началось в водане. Я бы хотел, чтобы меня посмотрел специалист. У меня деньги в Штатах есть, я заплачу. Вас покажут врачу. Роман Андреевич, вы просили чай. Угощайтесь. Спасибо. Я тут просмотрел материалы следствия. И получается, что на сотрудничество с ЦРУ его толкнули просто житейские обстоятельства. Там желание иметь свой дом, обеспечить приличное будущее. Или я не прав. Нет, вы правы. Но нужно учитывать, что он по-настоящему любит своих близких. Письмо матери произвело на него большое впечатление. Письмо или то, что мы сдержали свое слово? Вероятно, и то, и другое. Ух ты. Алексей Иванович, мне звонили, что по телевизору сейчас будет передана интересующая нас информация. На днях президент Соединенных Штатов Америки Эйзенхауэр заявил, что осуществление полетов американских самолетов-шпионов на территории Советского Союза было и остается рассчитанной политикой Соединенных Штатов. Вице-президент Никсон отстаивал для Соединенных Штатов Америки право на шпионаж. А всего год назад, прибыв в Москву на открытие американской выставки, он призывал к совместным исследованиям в космосе. Сегодня руководящие деятели США провозгласили политику, которая проводится лишь в условиях, когда государство находится в состоянии войны. Вот есть предложение провести для иностранных журналистов пресс-конференцию с Пауэрсом. Что вы на это скажете? Как он будет себя на ней вести? Ну что ж, конечно, в его поведении сдвиг есть. Чем объясняете этот сдвиг? Многим. Убедился в том, что мы не звери. Убедился в нашем объективном отношении. Да, вот еще. Он жаловался на боли в желудке. Его посмотрел специалист. Ничего страшного. Переписали лекарства. Боли прекратились. Теперь все обдумают возможность, как расплатиться с врачами. Не верить, что у нас медицинское обслуживание бесплатно. Ну что ж, будем проводить пресс-конференцию. Альф Ларсен. Норвежское телеграфное бюро. Господин Пауэрс, вы утверждаете, что если бы ваш полет прошел благополучно, вы бы приземлились в Норвегии? Да, на аэродроме в Будде. Вас не интересовало, знает ли правительство Норвегии об этом? Дало ли оно на это согласие? Я получил приказ. Подобного рода детали меня не интересовали. В случае неисправности самолета, я мог его посадить на любой аэродром Ирана, Пакистана, Турции, Швеции и Норвегии. Эльза Краймер, Нойс Дойчленд. Это ваше собственное мнение? Или перед полетом вы получили соответствующую инструкцию? Получил. Меня заверили, что я могу посадить свой самолет на любой из этих аэродрома и дали понять, что это не вызовет никаких осложнений. Ричард Томас, Нью-Йорк Таймс. Что обещали вам советские следственные органы за разоблачение цели вашего полета? Мне не было дано никаких обещаний, и никто к разоблачениям меня не призывал. Роберт Дрю, Лос-Анджелес Таймс. Роберт Дрю, Лос-Анджелес Таймс. Подвергали ли вас специальной обработке на детекторе лжи и не применяли ли к вам методов физического воздействия? Здесь нет. Не было ни детектора лжи, ни методов физического воздействия. Проверку на детекторе лжи я проходил в Штатах. Ред Паттерсон, Гардиан. Ред Паттерсон, Гардиан. Среди литературы, которую вы получили для чтения в заключении, была марксистская? Нет. Если не считай такой литературы в русскую классику и роман Агата Кристи, бесконечная ночь. Казимиш Гамулецкий, трибуна Людум. Если бы в ближайшее время вы оказались в Америке и вам снова предложили совершить ваш полет, заверив, что на этот раз полет будет совершен благополучно, вы бы согласились? Нет. Из-за чувства страха? Из-за страха тоже. 27 июля. С документами, выданными на имя Джорджа Маккормика, журналиста, который должен освещать процесс над Пауэрсом, в Москву прилетел Билл Коллинз. В аэропорту его встречал Майкл Эмброуз, собственный корреспондент одной крупной американской газеты. Он уже давно жил в Советском Союзе, с Коллинзом был знаком. Знав, что за газету он представляет. Я сказал, что вы пришли и что я должен помочь тебе. Это правильно. Меня знаешь, зачем прислали? Наш парень завалился с самолетом. Пауэрс? Пауэрс. Фрэнсис Гарри. Мой старый знакомый. Увы, остался в живых. К тому же, слишком болтлив. Ты хочешь сказать? Именно это я и хочу сказать. А какой в этом смысл? До суда у него будет еще пресс-конференция? Вряд ли. А его адвокат? Вот мой тебе совет. Купль продажи здесь не проходит. Ты хочешь сказать, что все они великие патриоты? Патриоты они настоящие. Конечно, подонка среди них найти можно. Только они его и близко к этому делу не подпустят. Дата суда известна? Середина августа. Понимаешь, нам не нужны публичные разоблачения. Русские здорово смогут обыграть этот суд. А если паренек не сможет предстать перед Фемидой, то всем его разоблачением грош сына. Боюсь, тебе не справиться с этим. Без твоей помощи наверняка. С моей тоже. К тому же не знаю, чем могу тебе помочь. Хотя бы совет. Кому-нибудь из сотрудников посольства дают с ним свидание? Нет. А его родители, жена, приедут на суд? Жена едет за счет нашей конторы. Мы родителям его предлагали. Отказались. Его отец вдруг встал в позу и даже проклял до седьмого колена. Я не исключаю, что русские могут разрешить ему свидание с родными. Убеди его жена. Поверь, это единственная возможность добраться до него. А ты говорил, что не можешь ждать дельного совета. Начальство тебя недооценивает. Не забудь поделиться с начальством этой интересной мыслью. Но, по-моему, твоя миссия не удастся. Тогда остается только одно. Сделать его национальным героем. О, папа, ты не готова. Я не имею в виду, что я предоставлю. В начале августа жена Пауэрса, Барбара, его родители, сестра Джессика, прилетели в Советский Союз, остановились в гостинице Националь. Между Барбарой и отцом Пауэрса отношения были весьма натянутыми. Он был склонен обвинять ее в том, что именно из-за нее Фрэнсис подписал в свое время контракт с ЦРУ. Что и сейчас, когда ее мужу грозит самый суровый приговор, она взяла деньги на поездку у тех, из-за кого он и попал на скамью подсудимых. Барбара огрызалась. Говорила, что в отличие от родителей Пауэрса, газеты не предлагали ей субсидировать поездку. В общем, неизвестно, какими бы еще взаимными упреками кончился бы этот разговор. Позвольте представиться. Джордж Маккормик. Приехал в Москву писать о процессе. Мы не даем никаких интервью. Я зашел выразить свое сочувствие. Понимаю, предстоят трудные дни. Хотелось бы немного вас развлечь. Давайте поедем за город. Это не входит в наши планы. День обещает быть жарким. Я подумал, что свежий воздух всем вам не повредит. Действительно, давайте поедем. И для мамы это было бы хорошо. Ты можешь делать все, что захочешь. Приятного времяпрепровождения. Часа, я жду вас внизу. Мне бы очень хотелось вам помочь, Барби. Мне или мужу. Боюсь, ему уже не поможешь. Его приговорят к смертной казни? Вероятно. Но ни пособия, ни пенсии вы за него не получите. Почему? Кто будет платить за человека, который не исполнил свой долг? Но агентство, то есть СРУ, часть денег должно заплатить после выполнения задания. Не заплатит. Почему? Задание он не выполнил. Я так надеялась. Но ведь на вашем счете кое-что есть. Немного. Не думал, что дела обстоят так печально. Может быть, это звучит цинично, но ему лучше было бы погибнуть. Вы бы стали вдовой национального героя, получили бы деньги, издали бы о нем книгу. Я знаю издателя, который за такую книгу заплатил бы 200 тысяч долларов. Чудесно. Но ему нужна книга о герое, а не о предателе. Разве Фрэнсис виноват, что его сбили? Конечно, нет. Но ему не следовало быть таким разговорчивым. Боже, выходит, ситуация безнадежная. Давайте попробуем порассуждать вместе. Я вот сейчас о чем подумал. Героя нам из него уже не сделать, а вот жертву можно. Как? Предположим, что он осознал всю глубину своего падения, был готов в своем заключительном слове разоблачить русских, но они его убрали. Убрали? Неожиданная смерть в застенках КГБ. В результате ваш покойный муж и вы становитесь фигурами национального масштаба. Наше правительство помогает вам. Ваша книга становится бестселлером. Но он ведь жив? Да. Если бы он до конца понял свое положение, он раскроил бы череп об стену камеры. Он этого не сделает. Он всегда слишком много думал о себе. Хотел славы. Холлинз еще несколько раз повторил, что ей во что бы то ни стало надо добиться свидания с мужем. Надо убедить его во время суда изменить показания. Возможно, у Коллинза были еще какие-то планы, связанные с тем, что Барбара увидит мужа до суда. Но его планам не суждено было осуществиться. До суда, по аурсу, ни с кем свидания дано не было. Субтитры создавал DimaTorzok 17 августа 1960 года начался открытый судебный процесс. По аурсу судит военная коллегия Верховного суда СССР. Председательствующий генерал-лейтенант юстиции Борис Оглебский, народные заседатели генерал-майор авиации Захаров, генерал-майор артиллерии Воробьев. Государственное обвинение поддерживает генеральный прокурор СССР Руденко. Защиту осуществляет адвокат Гринев. В зале многочисленные представители трудящихся Москвы, члены дипломатического корпуса, зарубежно-общественные деятели, видные юристы из разных стран, свыше 250 советских и иностранных корреспондентов. Подсудимый, назовите ваше имя и фамилию. Паверс, Фрэнсис Гарри. Подсудимый, вы обязаны встать, когда к вам обращается суд. Гражданином какого государства вы являетесь? Соединенных Штатов Америки. Где и в каком году вы родились? В 1929 году в городе Бурцайн в штате Кентукки. Доверяете ли вы рассмотрению вашего дела этому составу суда? Есть ли у вас отводы суду или участникам процесса? Доверяю. Садитесь, подсудимый. В этот момент Паверс подумал, что как это ни парадоксально, но именно на эти вопросы председательствующего он прежде всего учился отвечать на русском языке, когда проходил специальную подготовку. Ваше имя? Принцесс Гарри Паверс. Год рождения? Я родился в 1929 году. Место рождения? Я родился в Соединенных Штатах Америки. Ваша профессия? Я гражданский пилот. Работает по контракту с агентством по аэронавтике. Вы не отрицаете, что вторглись в воздушное пространство СССР, нарушив закон? Нет, я этого не отрицаю. Стало быть, это вторжение было в целях разведывательных, шпионских. Я действовал согласно полученному заданию. Значит, просто выполняли задание. Да. Так можно сказать. Самолет, на котором вы летели 1 мая, имел опознавательные знаки? Я не видел никаких указаний над государственным принадлежным самолета. Я был одет в специальный костюм для полета, и мне было очень трудно осмотреть самолет со всех сторон. Но вы видели опознавательные знаки? Я не осматривал самолет снаружи. Я вообще не придавал значения, есть или нет знаки на моем самолете. А почему задание совершить шпионский полет над территорией СССР было поручено именно вам? Я об этом никогда не думал. Ну, а если подумать? Возможно, я бы лучше других подготовлен. Именно для выполнения подобного рода заданий. Что было на это ответить? В контракте, который он заключил с СРУ, значилось в обязанности пилота входит совершать полеты вдоль границ Советского Союза. Но могут быть и другие задания. Слегка, так сказать, маршрут может быть изменен. И все же послали именно вас. Может, в период подготовки вы проявили больше рвения, чем другие? Я выполнял условия контракта. А до того, как вас сбили над территорией СССР, были среди ваших знакомых советские люди? Нет. Значит, никому из советских людей вы не испытываете ненависти или какой-либо неприязни? Нет. Ясно. А когда-нибудь раньше вы бывали в Советском Союзе? Нет. Интересовались ли жизнью нашего народа, нашей страны? Нет. Может, вы считали, что Советский Союз представляет угрозу для Соединенных Штатов, для ваших близких? Я никогда об этом не думал. А как вы чувствовали себя во время полета? Физически я чувствовал себя хорошо, но нервничал, боялся. Чего? Сама мысль, что я нахожусь на территории Советского Союза, это не то, что я хотел бы делать каждый день. Выходит, вы понимали цель вашего полета и возможные наши ответные действия. Догадывался, так можно сказать. В таком случае я полагаю, что с первого момента полета вы не сомневались в том, что это разведывательный полет. Думаю. В общем, я не сомневался в целях, которые преследовал мой полет. Ваш полет был совершен в соответствии с условиями секретного контракта, который вы заключили с Центральным разведывательным управлением? Да. До этого момента еще была надежда, правда призрачная, что роль ЦРУ в этом деле не будет прояснена до конца. После ответа Пауэрса Коллинзу уже нечего было делать в зале. Вам объявили, в чем будет заключаться ваша работа? Мне сказали, что основной моей целью будут полеты вдоль границ Советского Союза с целью сбора радио и радарных информаций. И также сказали, что могут быть и другие задания. Я и подписал контракт. Границы еще каких государств нарушали летчики вашего подразделения? очень многих. Ваших друзей и наших союзников. Вы получали на такие полеты разрешение этих государств? Эти полеты совершали секретно в любое для нас удобное время. У меня пока нет вопросов к подсудимому. С этого момента Коллинз хотел одного. Как можно быстрее убраться отсюда высвоясь. Он забронировал билет на ближайший рейс и вздохнул с облегчением только тогда, когда самолет покинул взлетно-посадочную полосу. Эксперт Атьюфилина, прошу подойти к суду. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, имелись ли на сбитом первого мая самолете Лодчет У-2 опознавательные знаки о государственной принадлежности этого самолета? Внешние поверхности самолета, крылья и киль хорошо сохранились. На них не было опознавательных знаков. Нами была проведена проверка наличия опознавательных знаков под слоем лакокрасочного покрытия. Но и там они не были обнаружены. Есть ли у участников процесса вопросы к эксперту Тюфилину? Нет, нет. Товарищ генеральный прокурор? Нет. Товарищ адвокат? Есть. Возможно возможно ли чтобы опознавательные знаки как-то наносились на поверхность самолета поверх краски, а затем были смыты? Теоретически это возможно. Эксперт Тюфилин, представьте суду заключения в письменном виде. Товарищ защитник, имеете ли вы вопросы к своему подзащитному? Да, да. Кто ваши родители и чем они занимаются? У меня мать и отец. Мой отец сапожник. Мать раньше помогала ему, но сейчас здоровье ей не позволяет работать. Она просто домохозяйка. Скажите, применяется ли наемный труд в мастерской вашего отца? Нет. А кем работал ваш отец до прихода к сапожному ремеслу? Он раньше много лет работал в угольных шахтах, до тех пор, пока авария не подорвала его здоровье и чуть не лишила жизни. Можно ли сказать, что вы происходите из трудовой семьи? Да. У меня вопросов больше нет. Среди людей, покидавших в этот день колонный залп, были и знакомы уже нам Майкл Эмброуз и сотрудник американского посольства в Москве Юджин Ли. Он пригласил Эмброуза с собой, чтобы обменяться впечатлениями о процессе, а заодно, если нужно, и помочь советам. Майкл Ну что, Майкл, наскребли материал для нашей газеты. Не ожидал, что наш человек сможет за каких-то пару месяцев смотреть на совершенные им глазами русских, затем публично раскаиваться в содеянном. Вообще у меня такое впечатление, что он не очень умный и недалекий человек. А умные не стали бы подписывать такой контракт. Они предпочитают защищать наши права в Конгрессе, в Сенате, на странице газет. Так ведь удобнее и безопаснее. А Пауэрс далеко не глуп. И очень ловко защищается. Но у Руденко мертвая хватка. Я был на процессе в Нюрнберге. Так там от фашистских Бонс во время его допросов просто пух и перья летели. А ведь это были зубры, не считая нашему парню. И все же он мог держаться покрепче. Слишком много хотите. Он просто делал свой бизнес. В конце концов он понял, что мы послали его на верную смерть, а русские дают шанс выжить. Наверное, вы правы, господин советник. Но, честно говоря, я в некоторой растерянности. Если бы Пауэрс вёл себя по-другому или погиб, вы бы сделали из него героя или жертву. В конце концов, из него надо делать героя. Это мой совет. Пауэрса подбили. Кое-что он признал, но он ни в чём не раскаивается. Какой же вывод должны сделать наши газетчики? Мы должны быть сильнее, более ловкими, более предусмотрительными. А пока доздравствует Пауэрс, человек, защищавший свободный мир. Поняли? Поняли. 18 августа на второй день процесса над Пауэрсом в тысячах километрах от Москвы, от колонного зала, в Вашингтоне в студии одной из американских телекомпаний шла запись передачи, которая имела прямое отношение к суду над Пауэрсом и к умонастроениям американской общественности. В передаче принимали участие председатель Сенатской подкомиссии безопасности Томас Дот и известный общественный деятель и бизнесмен Сайрус Итл. Я был в ужасе от того, что произошло. От полета нашего самолета шпиона, от неуклюжей попытки президента сохранить красивую мину при плохой игре. А главное, все это привело к срыву совещания в верхах. А вам не кажется, господин Эттон, что с русскими вообще невозможно договориться? У нас разные идеологии. Мы же договорились с ними перед лицом смертельной опасности фашизма. Почему же теперь мы не можем договориться, когда над человечеством нависла реальная угроза уничтожения в Третьей мировой войне? Но этой войны хотят советы. Мы вынуждены вооружаться, чтобы крепить нашу оборону. И для меня, и для многих моих соотечественников это неубедительно. Вы, мистер Дот, кажется, были помощником главного обвинителя на Нюрнбергском процессе. И должны знать, какие жертвы принес русский народ на алтарь нашей общей победы. Я много раз бывал в России и убежден. Они хотят с нами торговать, а не воевать. Нам необходимо договориться с русскими, чтобы даже случайная ошибка не привела к атомной войне, в которой не может быть победителей. Я полагаю, что есть ценности более высокие, чем мир. Вы не боитесь, что суд истории вынесет таким плохим патриотам, как вы, обвинительный приговор? Суда истории не боюсь. Просто меня не устраивает перспектива распадаться со всей планетой на атомы. Американским телезрителям не суждено было увидеть этой передачи. Просмотрев ее, боссы телесети пришли к выводу, что изображение некачественное, красновато. Какова была основная задача вашего полета 1 мая? Следовать по указанному маршруту и включать определенные приборы на определенных участках пути. Можно ли сказать, что главной задачей вашего полета 1 мая было обнаружить и зафиксировать площадки для запуска ракет? Я могу всего лишь высказать свое личное мнение по этому вопросу. Я уверен, что эксперты, которые изучали фотографические пленки, извлеченные из моих камер, убедились, что интересовало лиц, пославших меня в воздушное пространство Советского Союза. по моему мнению, советскими ракетами интересуются не только военные, но и весь мир. Как вы теперь думаете, принесли вы своей стране пользу или вред? Большой вред. Не приходила ли вам в голову мысль, что, вторгаясь на самолете разведчики в пределы Советского Союза накануне Парижского Совещания в Верхах, вы могли торпедировать это совещание? Когда я получил приказ об этом полете, я не думал о Совещании в Верхах. Я хотел вернуться живым. А не возникала ли у вас мысль, что это может привести к военному конфликту? Об этом должны были думать те, которые меня посылали. мне оставалось выполнять приказ. Вы раскаиваетесь в содеянном? Да. Объявляется перерыв. Sí, да, прошу вас. Прошу Господин Гринёв, я, мы, вся наша семья Очень благодарны вам за все, что вы делаете для нашего сына Я плохо во всем этом разбираюсь Но мы поняли, как вы прекрасно строите свою защиту Вопрос о приговоре моему мужу предрешен? Нет Конечно нет Суд, надеюсь, учтет чистосердечное раскаяние вашего супруга Его правдивые показания Осознание своей вины Но она полностью доказана И он сам ее не отрицает Поэтому я могу просить суд лишь о смягчении наказания Господин Гринёв, мы не богатые люди Здесь 5000 долларов за ваш труд Я понимаю, сумма невелика Но у нас нет больше денег Денег вообще не нужно При определенных обстоятельствах Защита Осуществляется у нас бесплатно Этого не может быть Тем не менее, это так Мы так признательны за все Что вы делаете для нашего сына За симпатию, которую вы к нему испытываете К тому, что он совершил Я не испытываю никакой симпатии Вы не можете мне устроить свидание с мужем? Нам всем Это в компетенции председателя суда Возможно, он разрешит Это было бы замечательно Надо написать прошение на имя председательствующего Я прошу суд разрешить Предъявить подсудимому Пауэрсу документ Выданный от имени Национального управления По исследованию космического пространства Том 6, лист 14 Товарищ секретарь Предъявите подсудимому документ Это удостоверение Принадлежит вам? Да А разве вы имели какое-нибудь отношение к НАСА К этой организации, занимающейся исследованием космоса? Никакого отношения к этой организации я не имел Видимо, цель была такая Прикрыть таким образом разведывательную деятельность подразделения Но это всего лишь мое предположение Я просил бы рассказать про эмблему Имеющиеся в удостоверении И о том, какому ведомству принадлежит печать Поставленная на нем На печати написано Министерство обороны Соединенные Штаты Америки Кто из военных чинов посещал ваше подразделение? Было несколько человек, которые производили инспекционные поездки в наше подразделение Кого из них вы можете назвать? В начале апреля генерал Уайт посещал базу Я видел его самолет Я слышал от приятелей, что генерал Уайт прибыл на базу, но сам точно не знаю Был и кардинал Спалман Так А кто еще из высшего начальства? Были и другие Я всех теперь не помню Был Был генерал Эверест А вы знаете, кто такой генерал Эверест? Тогда он был главнокомандующим военно-воздушных сил в Европе Значит, ваше подразделение находилось в центре внимания высших военных начальников Еще раз взгляните на свое удостоверение И печать, и эмблема Министерства обороны США Да Насколько известно У каждого пилота военно-воздушных сил США Берется подписка О том, что он обязан взять на борт атомную бомбу И произвести ее сбрасывание в указанном районе Вы давали такую подписку? Да На предварительном следствии Вы сказали, что включали рычаги аппаратуры Над определенными пунктами Да, я делал то, что мне было приказано Не зная о специальной аппаратуре, так вы говорили? Да Но вы с таким же успехом Могли нажать рычаг И сбросить атомную бомбу Это могло быть сделано Но это не тот тип самолета Там нет приспособления для подвески бомб Объявляется перерыв судебного заседания До 12 часов 19 августа Мой бог Сынок Здравствуй, мама Здравствуй, отец Привет, Барбара Здравствуй, Джессика Я понимаю, на ваш приезд сюда ушла уйма денег Но когда я вас вижу в зале Мне легче Ты похудел? Тебя плохо кормят? Я не на курорте Мы все время говорим о тебе И все мы чувствуем себя виноватыми И я, и мать, и Джессика, и Барбара Мы должны были тебя остановить Я сам во всем виноват Нет, мы все Слишком много мы говорили о деньгах Деньги, деньги, деньги В домах богачей о деньгах говорят не меньше Главное, что ты жив Но меня могут приговорить Барби Если меня приговорят К большому сроку Ты меня не жди Свидание окончено Прощай, Барбара После свидания с родителями Он думал о том, что они испытывают чувство вины перед ним Напрасно Они ведь не толкали его на сотрудничество с ЦРУ Об этом знала только Барбара Она была не против Но ему надоело жить, считая каждый доллар И он не мог забыть то время Когда никак не мог найти работу Пока не устроился спасателем В бассейн для богатых бездельников Да, если бы только 4 года назад Он мог предположить Чем обернется для него этот контракт Он ни за что бы его не подписал Ни за что И никогда Он понимал, что не завтра Так послезавтра услышат приговор И он готовил себя к самому худшему Осознавая всю глубину своей вины Ну а вина его родных, думал он Заключалась в том, что они были бедняками И мечте отца выучить его на врача Не суждено было сбыться Встать! В суд идёт Садитесь, пожалуйста Судебное заседание по делу Пауэрса Фрэнсиса Гарри Продолжается Слово для обвинительной речи Предоставляется государственному обвинителю Генеральному прокурору Союза СССР Товарищу Руденко Товарищи судей Я приступаю к обвинительной речи На данном судебном процессе С полным сознанием его огромного значения Настоящий судебный процесс над американским лётчиком-шпионом Пауэрсом Разоблачает преступления, совершённые не только лично подсудимым Пауэрсом Но и до конца вскрывает Преступные агрессивные действия Руководящих кругов Соединённых Штатов Америки Истинных вдохновителей И организаторов чудовищных преступлений Направленных против мира и безопасности народов Тот, кто возводит преступления В разряд рассчитанной государственной политики Идёт на риск поимки с поличным Во время совершения преступления Признаёт политику с позицией силы Высшим принципом государственной политики Тот без зазрения совести Не считается с общепринятой международной практикой Нашедшей своё выражение В высоких принципах международного права Подменяет право и закон Произволом и беззаконием Руководящие государственные деятели Соединённых Штатов Америки Не прочь были бы прикрыть свои преступления И агрессивные действия Якобы миролюбивыми намерен Но всем известна цена искренности таких заявлений Подсудимый Пауэрс Преступление которого так щедро оплачивала американская разведка Не просто шпион Это особо и тщательно вымуштрованный преступник Он не может сослаться на принудительное исполнение приказа Ибо добровольно Продав свою честь и совесть Всего себя за доллары Обязан был исполнять любые преступные деяния Я имею все основания Просить суд Применить в отношении подсудимого Пауэрса Исключительную меру наказания Но учитывая чистосердечное раскаяние подсудимого Пауэрса Перед советским судом в совершённом преступлении Я не настаиваю на применении к нему смертной казни И прошу суд приговорить подсудимого Пауэрса К пятнадцати годам лишения свободы Пусть ваш приговор, товарищи судьи Послужит предупреждением Всем тем, кто впредь попытается нарушить Священные границы Советского Союза АПЛОДИСМЕНТЫ Камеры хроникёров запечатлели этот действие День, день вынесения приговора Его ожидали не только участники процесса Его ждали разные люди В разных странах, на разных континентах И Пауэрс часто потом будет вспоминать эти часы ожиданий Он будет вспоминать об этом И отбывая в тюрьме свой срок наказания И вернувшись в Америку Где одни его будут считать героем Другие предателем А третьи всего лишь пешкой Он будет вспоминать об этих тягостных часах ожиданий Когда начнёт писать книгу Операция Перелёт В неё напрочь откажется От всех своих раскаяний От осознания и вины Будет призывать и в дальнейшем Проводить подобные акции Только более тщательно их готовить Но эта книга ему мало поможет В 1977 году Он, работая вертолётчиком Погибнет в авиационной катастрофе При неясных обстоятельствах И никто не станет эти обстоятельства расследовать Подумаешь Погиб вертолётчик Но это всё впереди А сейчас Приговор Именем Союза Советских Социалистических Республик Военная коллегия Верховного Суда Союза СССР Приговорила Пауэрса Фрэнсиса Гарри Решить свободы Сроком на 10 лет Товарищ комендант Дайте распоряжение увезти осуждённого Продолжение следует... Через неделю После окончания суда над Пауэрсом Роман Андреевич Руденко Выбрался дней на 10 в деревню Где прошло его детство Приехал отдыхать С ним был его сын Сергей И часто по утрам вот так Они отправлялись на рыбалку Или просто бродили по полям, по лесу Сергей родился после войны И глядя на него Роман Андреевич думал о том Как хорошо, что сын никогда не слышал артиллерийской канонады Не видел, как рушатся дома от взрыва в бомб Не пережил потерю близких Чья жизнь была оборвана пулей или голодом Разговаривая с сыном Он думал о том, что страна уже залечила тяжёлые раны И тем, кто родился в 45-м Уже 15 И совсем скоро они смогут заменить тех, кого выбила война Тех, кто не вернулся сеять хлеб Строить дома, писать стихи Впрочем, разве эти потери восполнимы? Он слушал сына и думал, что тот станет свидетелем удивительных свершений человечества Ведь уже три года назад Мир услышал позывные первого советского искусственного спутника Земли Возвестившие начало космической эры Но эта приятная мысль сразу же обрывалась воспоминанием О только что закончившемся процессе Роман Андреевич понимал Тех, кто планировал операцию перелёт Не остановят неудачи их пилотов Будут подобные акции, другие будут И он думал о том, что наша страна, народ, армия Ко всему этому готовы и должны быть готовы всегда Потому что в конечном счёте Мы защищаем не только небо над своей головой Но мир и жизнь всей планеты Товарищ подполковник, первая была смена в боепосте приняла Товарищ подполковник, вторая боевая смена посты сдала Для защиты нашей Родины, Союза Советских Социалистических Республик К несению боевого дежурства приступить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин